В программе Spotify, там, где я слушаю музыку, каким-то невероятным образом, в кавычках, случайно. Я натыкаюсь на один подкаст, который меня заинтересовал, и я начинаю слушать. Потом что-то у меня включается, и я понимаю, что мне очень это резонирует. Я хочу узнать больше. Я зашла во все подкасты, которые там есть, и просто пролистала название. Меня это удивило, потому что это разнится с теми теориями, идеологиями и концепциями, которые присутствуют в интернете. И буквально три дня подряд в захлёб я изучала вот это всё. И вот именно тогда, когда я впервые услышала Яну, было ощущение зажигания меня. Сначала мне было дискомфортно и комфортно как-то одновременно. Потом поняла, что что-то в моей голове с моими идеями начинает, как вот, знаете, карточный домик вот рушится. Вот я так описала, как вот если бы мозаика какая-то начала рассыпаться, я понимаю, что вылетают пазлы, и как будто рушится какая-то моя картина мира. Вот это было ощущение. Это было не особо приятно, но ты знаешь точно, что это нужно. Это невозможно передать. Уже потом это была потребность. Потребность погружения вот в это разрушение. Я сразу списалась с администратором, там у Яны в группе ВКонтакте. Я вступила в закрытый практ, и началась работа в этот же день сразу. И потом в первую неделю, когда неделя была не заданий, а наблюдений, это как подготовительная, как знакомительная неделя, вот там я посмотрела на себя со стороны как наблюдатель, потом как наблюдение. Я очень прекрасно поняла, насколько я как марионетка в этом мире управляема, ведома. И вот от этого мне, конечно, было такое вау, как. И возникали вопросы, приходили ответы. Это было удивительно, кстати, что у меня задавались вопросы, и такое ощущение было, как будто Яна задание, когда дает, этот вопрос начинает как бы через задание отвечаться. Тебе вот раз, и показалась картина. Вот это было для меня вот до мурашек. Вот в этом состоянии сейчас, понимая что-то уже по-другому, те подкасты для меня не будут те, которые были тогда. Какие-то осмысления произошли. Я сейчас слышу подкасты Spotify, и я понимаю, что я этого не слышала. Я этого не так понимала. Я пропустила это. Я это перевернула, это сыграло каким-то триггером. Мне хочется переслушать, уже по-другому понять, настоящее понять. Сейчас второе задание идет первого цикла, и там вопросы для меня сложные. У меня кипит мозг почему-то. У меня состояние бывает вот такое, как американские горки. Но я с наблюдением начинаю себя как-то все-таки успокаивать. Но эмоции, они кипят. Я ничего не могу сделать, да я не собираюсь, потому что я наблюдаю за собой, как это происходит. Процесс завораживает смотреть на себя же. Я знаю, что каждый ребенок должен пройти эту фазу. Упал, встал, поднялся, дальше пошел учиться. Я понимаю, что, может, потом я буду на это смотреть с улыбкой, но сейчас как бы бывают моменты не до улыбок. Вчера у меня просто комок в горле стоял от того, что я понимаю, что это забвение не в квадрате, не в клубе. Это пока не прочувствуешь, что писать невозможно. В моем опыте были такие практики, как диагностика человека, считывание ауры, телепатия, ченнелинги, интерференция. И я сейчас понимаю, что это даже непонятные вещи, может быть, кому-то. Но я варилась в этом. И тогда я поняла, посредством чего я транслирую людям, посредством чего я вот это все вещаю. То, что я говорю, я надумываю и придумываю из того, что я уже знаю. Я не могу сказать ничего абсолютно нового. Когда я начала смотреть все подкасты, видео, слушать Яну и вот эти две с половиной недели фракта, меня привлекла истинность, настоящесть. Потому что Яна не говорит, как надо. Яна подводит тебя к тому, что ты знаешь, как надо. Когда я слушаю Яну, у меня такие ощущения возникают. Это забота развернуться к себе. То есть это как забота показать тебя. Но с такой теплотой, с честностью, с откровенностью. Здесь нет никакой фальши, потому что приходится признаваться самому же себе вот в этой своей тепящести. И это не грубо звучит из уст Яны. Это открывает тебе на тебя же глаза. Это не получается так, что тебя тут сейчас обзовут, укажут тебе место. Тут вообще не об этом. Здесь именно забота идет. Такая честная, внутренняя, настоящая забота. Она не является мне мамой, она не является мне каким-то даже близким другом. Мы буквально знакомы две недели. Но это чувство честности и открытости, оно считалось прям вот с первого дня буквально. Вот это самое настоящее. Никто один мастер не приводит человека к себе самому. Никто не приводит к себе. Есть указания на то, как нужно делать. На то, что делать. На то, когда и что чем является. Особенно, наверное, не секрет, что все любят вот эти термины. Что такое осознание, что такое принятие, что такое любовь, что такое смерть, рождение. Все любят вот это все копаться. Но когда Яна ведет, тебе не нужна терминология. Ты чувствуешь вот эти все слова. Вот это самое, что ни на есть откровенность. Водительство Яны приводит тебя же к отвечанию, к слышанию терминов. Каждое слово ты ощущаешь по-другому. Каждое слово тебя расшифровывается, но не словами, а чувствами изнутри. Ты его увидишь многомерно. При взаимодействии Яны с человеком такое чувствуется погружение человека же в себя. Рассматривание себя собой. Уникальность Яны, в отличие от других мастеров, это отвечание самим человеком на все, что его интересует, вообще знания. Но это не Янина отвечание. Это разворот к себе и видение ответа у себя же. По энергетике я чувствую Яну, как будто это и сила, и баланс вместе. Гармоничность, и сила, и баланс. Информация Яны отличается от других очень разительно тем, что ни одно слово, ни вода, ни разум. Каждое слово имеет энергетическую подпитку. Это раз. Раскрытие вопроса и ответа одновременно, прям вместе. Это два. И наполнение разворота. То есть у тебя есть на это силы развернуться. У тебя есть силы понять вопрос. У тебя есть силы понять то, что она говорит. У тебя есть на это как бы ресурс. Это дает какую-то энергетическую подпитку. Используя все ключи, которые я получила от Яны в данный момент, взаимодействуя всего несколько недель, даже это время мне дало понять, насколько внутри у каждого человека есть сила. Это дало мне силы и уверенность в том, что если тебе это надо, нет ничего невозможного. Эти ключи дает очень точно увидеть, что каждый человек по своей сути совершенен и уникален. Конечно, это дает и подпитку энергетическую, и мощный такой заряд. Не останавливаться, двигаться дальше. Очень хорошо для меня заметен вот этот вот двигатель, который произошел внутри, когда я была до практа. И вот сейчас, потому что сейчас настолько я осознаю и понимаю вот эту себя как бы изнутри, что то, что была та Лена, как будто начинает она не растворяться, но она становится для меня как бы считываемой больше. То есть я сейчас в то, как я есть, я осознаю, что происходило с ней, понимаю. Больше ее суть, то, какая она была. И как будто это как распаковка идет, такая распаковка каких-то принципов, по которым она существовала. То есть сейчас ты становишься немного выше и как бы смотришь на это больше со стороны. В этот момент, теперь уже имея ключи, которые я знаю на данный момент, у меня быстрее происходит вот эта регенерация стрессовых ситуаций, негативных каких-то моментов, каких-то проблем возникающих. У меня это происходит намного быстрее, так как идет омоложение какое-то изнутри, какой-то детокс. И эта проблема настолько быстро уходит, потому что очищение происходит изнутри. Это нет такого, что тебе надо очень много упорно страдать, стараться, мантры и еще что-то там, медитации. Нет, это просто исчезает. Это ненужность, это ненадобность. Растворяется перед тобой, как просто тает снег. И получается, с теми ключами, с этим присутствием, у тебя идет видение глубины, больше обзор. И ты уже прекрасно понимаешь, увидишь, грубо говоря, откуда ноги растут. И вот это вот, откуда ноги растут, это очень быстро выкорчевывается. Никакая медитация, никакие ченнелинги это не могли сделать. Что бы я хотела сказать для тех, кто сейчас смотрит этот отзыв, для тех, кто устал играться в эту реальность, для тех, кто в поиске себя настоящего, своей истинной сущности, вы не просто так смотрите этот отзыв. Где-то глубина, вы это прекрасно чувствуете и понимаете. Если это внутри как-то отзывается, и чувствуется это как настоящесть, то вы на том месте, где вы должны быть. Что для вас это даст, что вам это откроет, самое ценное, это вас откроет. Истинных, настоящих, которые только вы есть у себя. Да, рассыпятся иллюзии. Смешно не будет, но будет легко. Будет так легко, что захочется даже плакать и смеяться одновременно. И пусть меня услышат те, кто действительно готов к этому, кто действительно резонирует с этим, потому что только ваша видимость изнутри могла привести вас сюда. Если вы наигрались, то Яна развернет вас к реальности вашей, своей, настоящей. И здесь больше игры не будет. Здесь будет только правда. Ваша правда. Ваша жизнь. И вы сами. Я ощущаю, чувствую Яну, как действительно просветленного человека. И это, безусловно, для меня откровенность. Это нужно прочувствовать. При взаимодействии с Яной это как априори начинает присутствовать. Потому что это видение и сверху, и из глубины. Вот это нужно просто прочувствовать, передать. Это невозможно. Какие бы слова сейчас я не употребляла, это не передаст того, что я ощущаю при взаимодействии с Яной. Поэтому мое однозначное мнение о том, что я ощущаю Яну как очень просветленного человека. И это для меня откровенность. Яна, я искренне благодарю вас за то, что вы присутствуете в моей жизни. За то, что вы так мягко и плавно меня подводите к моим же ответам. За эту честность, за эту несгибаемость, которая чувствуется у вас. За эту силу, энергетику. За ваш потрясающий голос. За вашу заботу. Искренне благодарю вас. И желаю вам всех благ, которые вы сами себе желаете. Чтобы все ваши идеи и планы, которые у вас есть, с легкостью осуществлялись и присутствовали в вашей жизни. Желаю вам, как человеку, так же счастья, любви и здоровья. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok